Во сколько городской казни обойдутся внеочередные выборы по двум округам в Одессе до сих пор остается неизвестным. Городская территориальная избирательная комиссия опубликовала постановление об утверждении сметы, но ее еще никто так и не видел, что является нарушением закона о доступе к публичной информации. На это вопиющее нарушение мы подали информационный запрос, надеемся, что буквально на днях мы уже эту информацию получим и сможем ее обнародовать, чтобы одесситы знали, сколько же им будут стоить эти выборы. Хотя мне абсолютно непонятна причина, по которой городская территориальная комиссия создала вот эту вот проблему с доступом к информации о размере финансирования. Ну а я напомню, внеочередные выборы депутатов Одесского горсовета состоятся 1 и 8 марта в Малиновском и Киевском районах. Соответственно, состоятся они в связи с избранием Геннадия Чайкиты в Верховную Раду и смертью депутата горсовета Андрея Шишовского. На данный момент зарегистрировано 44 кандидата. Ажиотаж может быть связан с двумя причинами. Во-первых, достаточно большое количество желающих попробовать свои силы, потому что других выборов сейчас нет, а в горсовет желающие попасть есть. С другой стороны, большое количество желающих может быть связано с использованием технических кандидатов.